Как всегда, на пире жарко, как и в прошлом году, так же и в этом. Че, брат, смотришь такое? Телеконтез из Италии. Что греха таить, в индустрии есть достаточно большие вопросы, связанные с персоналом, с качеством персонала. Конечно, основной упор на российские компании. Именно в рамках компании семья — это команда. Итак, друзья, здравствуйте. Прошел год, и вот мы снова встретились. Место действия Крокус Экспо Холл и Пир Экспо 2023. Самая большая выставка в сегменте Хорика. Для ресторатора, ну вот просто must have посещать такие мероприятия, потому что они являются, по сути, лакомцевой бумажкой, индикатором того, что происходит в нашей сфере на данный момент. В общем, не будем тянуть время. Погнали узнаем прямо сейчас. Чё, бляд, смотришь такое? Телеконтесс из Италии. Обход всех поможем. Шутка. Три варианта сырников нашли, колбаски для кухонных нашли, сыры нашли. Мы пообщались с нашими партнерами, с Бурмиксом. Они порассказывали, какие новинки у них были. Так что мы скоро возьмем вопрос. Ну и, конечно же, с Фатматиком пообщались. Новых брендов много, но стратегический партнер один. Я к тому, что мы прямо сейчас подобрались к стенду Alltech. Сейчас подойдем, спросим, как у ребят дела. Привет, полные посадки. Мы, как всегда, на перья с нашим партнером Alltech. Как всегда, на перья жарко, как и в прошлом году, так же и в этом. Клиентов много. Целевые они или не целевые, это придется выяснить только в процессе аналитики и по прошествии времени. Работаем, стараемся. Вы, наверное, задаетесь вопросом, куда это я так спешу. А я вам скажу, что мы сегодня на перья не только знакомимся, смотрим, выбираем, и тусим, но еще и выступаем. Сегодня на главной сцене в формате дискуссии выступает исполнительный директор и начальной компании Сергей Грушин. Я как раз спешу туда. Так вот, проблемы с персоналом, они есть и с каждым годом их становится, к сожалению, больше и больше. И я вот вспоминаю, наверное, года три назад, четыре, может быть, у нас, знаете, как называлось вот это вот направление по работе с персоналами? Это вот кадры. Вот такое прям советское слово кадры, и там был такой настоящий кадровик. Человек, который бумажки писал, вот эти там договора заполнял. Ну, вот эту вот всю штуку, важную для государства, но не важную для людей. И в то время мы поняли, что надо здесь как-то меняться, надо улучшать эту ситуацию, и разделили полностью. Вот все, что касается кадрового документа оборота, мы передали просто вот в бухгалтерию. Вот там занимайтесь бумагами, там делайте то, что необходимо государству, чтобы соответствовать все законодательству. А мы, соответственно, начали заниматься людьми, и когда в компании 10, 20, 30 человек, скажем так, немного, все ценности, они передаются достаточно легко друг от другу, от первых лиц, сотрудникам, управляющим. Просто при диалогах, при постановке задач, при контроле их исполнения, при любых других взаимодействиях. Но когда возникает ситуация масштаба, вот этот механизм, он не работает. Поэтому несколько лет назад мы подошли к этой истории несколько с другой стороны и решили наши ценности формализовать. И в итоге у нас получилось такие три основных ценности. Это ценность доверия, развитие и семья. Доверие – это доверие через ответственность. То есть здесь мы доверяем человеку, доверяем управленцу, сотруднику какую-то зону ответственности, и он имеет возможность себя реализовать в ней. Вторая ценность – это развитие. Здесь мы говорим про проактивность. Мы ищем таких людей, у которых есть какая-то внутренняя мотивация, вот этот огонек внутри. Не то, что человек сидит и ждет каких-то задач, а он сам хочет что-то сделать. Он по умолчанию активен, у него активная жизненная позиция, он хочет изменить этот мир к лучшему, эту компанию, к лучшему, это место работы, в котором он непосредственно сейчас находится. Третья ценность – это семья. Здесь, наверное, такая семья в широком смысле слова. Это и наши клиенты, и наши сотрудники. Именно в рамках компании семья – это команда. Друзья, конечно, посещение пира не могло обойтись без беседы с человеком, который сделал всю эту красоту. Так что слушайте мой указ. Сейчас идем брать интервью у Елены Мельбулой. Народу действительно очень-очень-очень много. А сколько по цифрам собрал нынешний пир? Я вам могу сказать только цифры предварительной регистрации перед пиром, перед началом. У нас было увеличение порядка плюс 30% за резервированным билетом к прошлому году. А что в итоге, будем смотреть. Во-первых, у нас этот год по всей стране – это год наставничества. Поэтому мы старались на каждой площадке все-таки поднять именно эту тему. Что греха таить. В индустрии есть сейчас достаточно большие вопросы, связанные с персоналом, с качеством персонала. И поэтому вот это внедрение разного рода наставничества как для топ-менеджмента, как для линейного персонала – это очень важно. Поэтому мы старались именно отразить это на своих площадках. Мы живем в своей стране, поэтому мы думаем и нам важно, чтобы развивалось наше производство, наш бизнес. Если мы говорим про оборудование, посуду, инвентарь, посуда, например, стала больше производиться в России, по оборудованию недостаточно еще поставщиков. И все вот эти ограничения, конечно, не сказываются на том, что стимулируется рост российского производства. Вся бизнес сейчас, атмосфера в нашей стране как раз направлена на то, чтобы у нас было как можно больше работающих российских производителей. Если говорить про экспонентов, да, у нас есть иностранные компании, у нас достаточно большая китайская экспозиция, у нас большая турецкая экспозиция, у нас впервые выставил, например, с экспозиции Узбекистан. Ну, конечно, основной упор на российские компании, но у нас же не только производители российские участвуют, но и дистрибьюторы. У многих уже дистрибьюторов сейчас и свои производства есть, поэтому плавно идет наращивание, роста российских компаний. Я этому очень рада, я считаю это абсолютно правильным и нужным для страны, для индустрии. Итак, друзья, наш выставочный выпуск подошел к концу. Мнение о нем вы, конечно же, пишите в комментариях. И, друзья, не забывайте про лайки. С вами была Полная Посадка. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!